МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Россия и Китай, как соседние государства, долго сохраняют отношения к трубе, взаимопомощи и сотрудничества. Я хочу сделать вклад в отношения между двумя странами. Когда я был в Турции, я окончил исторический факультет. Я историк. Как вы знаете, в истории русский, турский очень много войн, к сожалению. Поэтому есть много документов. Я хочу быть хорошим историком. Мне нужен русский язык, поэтому... Мой родной город находится на границе между Китаем и Казахстаном. Там много людей используют русский язык, потому что это язык для меня очень болезнен. Если я хочу найти работу. Русский язык в наше время — язык мирового уровня. Множество студентов из разных стран выбирают его изучение. На направлении русский язык как иностранный в Санкт-Петербургском государственном университете сотни студентов подают свои документы каждый год. Именно для них 25 февраля был проведен День открытых дверей, на котором они могли ознакомиться с программами бакалавриата, специалитета и магистратуры от СПБГУ. Санкт-Петербургский государственный университет в этом году предложит абитуриентам около 80 программ бакалавриата и специалитета и более 200 образовательных программ и профилей магистратуры. Главное, что поступление на них стало еще более доступным и для иностранных граждан, особенно после окончания ими этой языковой программы. Вот они поступают сюда, не владея русским языком, допустим, из Китая, если он к нам едет, ноль у него всего знаний, но и потом после окончания он сдает тест ТРКИ, как я уже говорил, и сможет поступить, сдав все документы и диплом об окончании теста ТРКИ, один сможет поступить, например, на бакалавриат. На мой взгляд, как раз сейчас СПБГУ наиболее открыт для иностранных граждан, это достаточно просто, тем более, что конкурс в основном у нас проводится по портфолио, то есть дистанционно, нет необходимости пребывать для прохождения вступительных испытаний, в частности, вот уникальная возможность для студентов поступить на бюджет в СПБГУ, даже не приезжая в Россию. Собравшимся в этот день иностранным слушателям рассказали и об особенностях поступления в СПБГУ и о наиболее интересных и актуальных программах, таких как исламоведение и исследование БРИКС. Что же касается выбора направления для дальнейшего обучения, то, как мы поняли из разговоров с ребятами, уже состоявшиеся знакомства с СПБГУ, им пришлось по душе. СПБГУ – это один из самых лучших университетов России, в мире, еще это пресежно, это здесь очень стандартное обучение, еще все преподаватели очень добрые, и мне все очень нравится. СПБГУ – самый хороший, может быть, самый хороший университет в Санкт-Петербурге, и я очень предпочитаю в Санкт-Петербурге такую хорошую культурную атмосферу, и архитектура очень красивая, поэтому я выбираю СПБГУ. Этот университет очень популярный в Китае, и, по-моему, Санкт-Петербург – очень красивый город, и люди здесь очень добрые.